здравствуйте сегодняшняя лекция доклад называется базальтовые расслойные массивы как модель дифференциации мантии значит мне захотелось посвятить этот доклад эту лекцию этот рассказ двум замечательным геохимиком мирового значения которые всю свою жизнь посвятили исследованию мантии исследованию расслойных массивов и знали о мантии но если не все то почти все к сожалению этой осенью мы их потеряли тем не менее тем не менее все что мы знаем про мантию по крайней мере и логический факультет не одно поколение студентов это благодаря вот этим двум замечательным ученым но прежде чем говорить о мантии значит вот реклама которая была предоставлена в соцсетях там было написано от мантии к руде надо вспомнить что такое мантия наверное в школе все это проходили в шестом классе если не проходили то это будет новая информация если проходили то мы немножечко вспомним а мы обращаемся к строению земли земля относится к планетам земной группы и их строение примерно одинаковы внутри в центре планеты есть ядро потом есть некоторый субстрат который был назван мантии и все это закрыто корой на земле это земная кора земная кора очень тоненькая на самом деле это собственно тот слой который был преобразован благодаря тому что на земле есть воздух есть вода есть живые организмы она очень сильно отличается от всего остального субстрата земли как же люди узнали о том что вообще говоря есть вот такое вот строение мы с вами живем на поверхности на самом деле ядро находится довольно глубоко пробурить туда посмотреть своими глазами невозможно и значит данные были получены с помощью геофизических методов это на экране вы видите сейсмическую модель земли на которой показаны значит как работают что такое сейсмические методы вы знаете ну кто смотрел парк юрского периода тот знает как они искали кости да они делали какой-то там взрыв вот у них происходило образование сейсмических волн продольных и поперечных и дальше они смотрели где там у них отражение идет где волна ломается и что-то там такое есть вот примерно такой же способ был применен то есть сначала конечно был приметен к стране их строению земли и было выявлено значит ядро причем выявлено как внешнее так и внутреннее ядро и мантия ну понятное дело что с ядром нам совсем тяжело а вот что касается мантии мы про нее кое-что знаем как нам вообще вообще вот такое современное представление о внутреннем строении да есть внутреннее твердое ядро есть внешнее жидкое ядро которые создают собственно магнитное поле земли и мантия она очень вообще говоря считается что она где-то в основном гомогенная то есть достаточно однородная но тем не менее за счет того что довольно высокий градиент температур между ядром и земной поверхностью происходит мантии происходит конвекция здесь вот показаны основные моменты значит происходит подъем от ядра какого-то субстрата да и погружение земной коры в результате тектоники плит ну вот тут представление о том как собственно литосфера это вот как раз самая поверхностная оболочка да она погружается внутрь мантию многие считают на современном уровне что она погружается до самого ядра там переплавляется и уже субстрат мантийный поднимается на поверхность образуя так называемые крупные магматические провинции и вот на современном этапе эти крупные магматические провинции эти вот мантийные так называемые плюмы они находятся вот здесь показана карте значит в каких местах земли они находятся вообще в разные времена они находились в разных участках земли и сопровождались довольно активными магматическими внедрениями или излияниями значит так мы вообще говоря можем узнать а что такое мантия да но у нас первый способ это то что мы можем потрогать пощупать посмотреть это есть активные магматические точки где собственно мантийный субстрат может выходить на такая кнопочка вот этого да может появляться на поверхности виде вулканов в виде извержений вот тут показано на картинке да и собственно в основном мантийный материал мы получаем на дне океанов поскольку там земная кора самая тоненькая там наиболее близко подходит мантия поверхности значит какие могут быть тут моменты здесь может происходить смешение с водой то есть ну в общем в принципе мы имеем здесь мантийный материал с которым на который мы можем рассчитывать а второй источник знаний это поскольку мы с вами говорим о земле как о планете и мы говорим что она образовалась там почти пять миллиардов лет тому назад мы можем значит ориентироваться на те космические тела которые мы имеем на поверхности нашей земли это конечно же метеориты метеориты бывают разные если вы знаете или если вы помните это бывают железные метеориты в основном состоящие из железа и никеля это есть хондриты и ахондриты то есть силикатная составляющая вот земля это силикатная планета да то есть здесь у нас на земле самый распространенный элемент это кремний вот ядро считается между прочим железным с примесью никеля то есть как бы у нас модель железные метеориты это внутренняя часть земли да а значит силикатные метеориты это внешняя часть земли но надо сказать что в принципе хондриты вполне соответствует и ахондриты ахондриты современным извержением ну в том числе и древним извержением значит теперь наша задача собственно задача этого доклада рассмотреть а можно ли из мантии вообще говоря у нас на поверхности очень много горных пород они все очень разные наверное вы когда гуляя на пляже или там в горах вы наблюдали что горы или камни которые вы видите под ногами они очень разные они могут быть черные они могут быть красные они могут быть белые да вот наверное никогда не задумывались откуда они берутся все эти камни вот наша задача сегодня посмотреть а можно ли вот это вот внутреннее состояние земли внутренний практически гомогенный материал превратить в то разнообразие которое мы имеем с вами под ногами поскольку я уже говорила что кремния сам распространенный элемент то он начинает образовывать собственно соединение которое превращается в минералы каким образом он это делает вот здесь приведена кристаллическая решетка оливина и вы видите вот такие вот треугольнички на самом деле это тетраэдры если так сказать пространственное воображение включить где в серединочке сидит кремния и четыре кислорода по углам и вот эта вот структура она оказывается очень цепкой очень крепкой и кремно-кислородные тетраэдры соединяются между собой и между ними встраиваются все остальные элементы это как бы вот база основа нашей земли кремно-кислородные тетраэдры которые забирают которые связывают слепляют так называемые минералы если мы с вами возьмем мантийное вещество то она будет вот примерно такое черное там будет очень много магния там будет очень много железа а вообще говоря в каждой пылинке есть вся таблица менделеева поэтому естественно что вот в этой казалось бы черной породе мы при используя хорошие хорошие аналитические методы можем найти все элементы какие вообще существуют или вот пожалуйста это магматические породы то есть породы возникшие возникшие из магмы то есть из вот того первичного субстрата с которым мы с вами имеем дело из которого состоит наша земля вот все магматические горные породы были разделены собственно поскольку основным элементом там является связующим кремний были разделены неким образом классифицированы как раз по концентрации кремния да картинка похожа на слона на удава которую съел слона помните из маленького принца да тут есть два максимума значит первый первый максимум это базальтовый так называемые основные породы в которых много железа и магния и второе максимум это кислые породы это граниты мы про них сегодня говорить не будем это отдельная история вот между ними находится так называемые средние породы в кислых породах много кремния много калия много натрия и алюминия вот здесь поменьше здесь значит основном в основном у нас магния и железо И ультраосновные породы, высокомагнезиальные, в которых очень много магния. Но вот если мы возьмем мантию, то она примерно будет находиться в этом диапазоне, средний состав мантии. Как же нам из этого среднего состава можем ли мы получить вот эту часть? Вот давайте посмотрим. Здесь приведена, вообще говоря, геологическая карта, но она очень интересная. Дело в том, что это довольно большой блок Балтийского щита, который наклонен немножечко, ну не немножечко, а довольно сильно. Вот здесь вот в нижней части карты мы видим высокомагнезиальный массив, который не достиг поверхности Земли, он закристаллизовался на глубине 6 километров. А в этой части блока мы видим коматитовые базальты, то есть это излившиеся породы примерно такого же состава. В промежутке мы видим какие-то вот такие массивы примерно такого же состава. То есть что мы видим по сути? Мы видим по сути разрез земной коры, в которую внедрялась базальтовая, ну скажем так, мантийный субстрат. Вот в этой части он задержался, в этих частях тоже произошла какая-то задержка, которая не дала этому субстрату вылиться, излиться на поверхность. Но тем не менее, значит, вот нашлась лазейка, из которой вот эти вот ультраосновные, высокомагнезиальные, высокотемпературные лавы изливались. Значит, ну по лавам мы, к сожалению, ничего не можем сказать, потому что они застывают очень быстро, там идет очень резкий переход температур. Вот. Нас интересуют вот эти вот массивы. В чем их прелесть? Их прелесть заключается в том, что поскольку они застывали глубоко и долго, у них происходила так называемая дифференциация вещества. Значит, вот есть такой замечательный массив на севере Карелии, называется кивака. И, значит, он имеет конусообразную форму. Это по расчетам, значит, такая модель была сделана. И если мы, значит, вот этот конус наклоним и наложим туда породы, которые, значит, там действительно есть, вот, мы получим вот такой вот расслойный массив. Что значит расслойный массив? Он не однообразный. Вот у нас есть базальт, он внедрился, мы этот базальт видим. Там какие-то есть минералы, но там все одинаковое. А вот расслойные массивы отличаются тем, что у них вот эти вот слои довольно мощные, по нескольку сотен метров, они различаются. Сейчас мы посмотрим, каким образом. Значит, в самой нижней части у нас находится очень высокомагнезиальный, очень высокотемпературный минерал, который называется оливин. Там очень много магния, много железа и не очень много кремния. Он находится вот в этой части. Значит, на следующем слайде показывают вот эти же оливины. И между ними тоже находятся какие-то минералы. Значит, что мы можем предположить? Мы можем предположить, что этот высокотемпературный минерал кристаллизовался, когда еще вот этот массив, он называется интрузив, от слова интружен, внедрение, был еще очень горячий. Вот он остывает медленно, и первым кристаллизуется вот этот вот высокомагнезиальный минерал. Но он кристаллизуется, а жидкость остается вокруг, да, расплав. И после того, как уже закристаллизовался вот этот вот минерал, начинают кристаллизоваться немножечко другие по составу минералы, более низкотемпературные. Следующий этап. Вот это вот зеленое. Сейчас мы рассмотрели фиолетовую часть. Зеленая часть, она находится выше по разрезу. И здесь мы видим другой минерал, видите, совсем другой цвет. Немножечко поясню, что это такое. Это очень тоненький срез камня, который просматривается в проходящем свете поляризованном. И вот эти вот черные минералы, которые мы видели вначале, да, черные такие точки, они на самом деле превращаются вот в такую красоту. Более того, они меняют свою интенсивность, когда вращается вот столик предметный, на котором этот шлиф лежит. Вот это очень-очень увлекательное занятие. Особенно с оливинами, потому что они такие яркие, у них очень яркие интерференционные окраски. Но по этим окраскам мы можем различать разные минералы. Вот этот минерал уже другой, видите, да, у него и форма немножечко другая, хотя похожая. А главное, цвет другой, и он, видите, исполосован вот такими вот трещинами. Это пироксен. Пироксен – это пироогонь, ксен не любит, да. Тоже тугоплавкий минерал, но менее тугоплавкий, чем оливин. Там чуть меньше железа, чуть меньше магния и чуть больше железа. И вот такой вот пироксеновый прослой очень мощный находится выше оливина. Он уже другой по составу. И по составу минералов, и по химическому составу. Мы потом рассмотрим. И вот здесь на слайде показано, что опять-таки у нас закристаллизовался пироксен, а между ним, это называется интерстицией, и в промежутках между этими минералами кристаллизуется остаточный расплав. Другой по составу и менее высокотемпературный. А следующий прослой, вот этот вот светло-зеленый, вы видите, что тут вот минерал, который был между пироксенами, он становится чуть ли не главенствующим. Вот она такая длинная, лейстая это называется. Это плагиокласс. И этот минерал, он в отличие от двух предыдущих, содержит в себе довольно много алюминия. То есть мы видим уже, это все происходит по мере остывания массива. Массив остывает, у нас кристаллизуются другие минералы. Ну и тут вот видно, что вот у нас плагиокласс, пироксен, они примерно как бы в одинаковой позиции структурные находятся. То есть они тут два главных минерала, а между ними, видите, вот затесался вот какой-то там странный минерал, который раскристаллизовался позже. Это другой пироксен, высоко кальциевый, да, и он закристаллизовался уже позже, когда вот весь остальной расплав, уже температура совсем низкая стала, и вот у него появилась возможность кристаллизоваться. Ну и последние вот эти вот два голубых прослоя, вот мы здесь видим, опять-таки, пироксен, вот он желтенький, плагиокласс беленький, и вот пироксен, который у нас там был задавлен этими двумя минералами, он теперь выходит вперед. Что же, и получается, что у нас породы-то уже разные, у нас набор минералов в этих породах разный. Теперь давайте рассмотрим... А, ну вот и все, самый верх, вот это вот самая верхняя часть. Здесь вообще появляются вот такие зелено-белые породы. Тут вообще набор минералов вообще другой, то есть вот эти длинные пироксены, а здесь у нас есть апатит, есть циркон, титаномагнетит, вообще совершенно другие минералы, которые в основном разрезе у нас даже не фигурировали. Что же у нас происходит? Вот мы, значит, здесь нарисована камера магматическая, ну, такая кастрюля, в которую попадает наш расплав. Вот он туда залился, мы его залили туда. Что происходит? Происходит остывание. При остывании мы видим с вами образование оливинов. При этом, смотрите, у нас много магния, железа, чуть-чуть поменьше алюминия, кальция, совсем мало вот этих вот элементов, ну, просто потому что их в понтийном расплаве мало. Вот. И здесь по мере остывания, поскольку у нас минерал садится, он остаётся в камере, он никуда не девается, да, он забирает на себя магний и железо. При этом в остаточном расплаве, вот в этих вот промежуточках, остаются и накапливаются кальций, алюминий и кремний. Следующий слой, да, где у нас пероксены. Здесь у нас уже поменьше магния, побольше железа, и потихонечку растут вот эти вот, количество вот этих вот элементов. Обратите внимание на серу. Кстати, ну ладно, это потом, руду потом обсудим. Следующий этап. Когда у нас, обратите внимание, что кремния становится всё больше и больше, у него больше размаха, его не забивает магний и железом, да, и у него получается вот... То есть когда появляется плагиокласс, у нас свою роль начинает играть алюминий, кальций, которых к этому моменту накопилось достаточно много. Их же здесь никто не использовал для своего строения. Они все накапливались в остаточном расплаве, и вот здесь вот, когда у них появилась возможность строить свою кристаллическую решётку, они уже по полной программе начали вот работать на рост плагиокласса. Здесь у нас удаляется также из расплава, продолжает удаляться магний и железом, и начинает удаляться алюминий. Кальций пока ещё растёт, его достаточно много, но и растут натрий, калий, фосфор и титан. И вот последний этап, да, когда у нас кристаллизуется вот этот вот высококальциевый пероксен, который забирает на себя много кальция, а вот эти вот элементы, натрий, калий, фосфор, титан, они накапливаются в расплаве, потому что им некуда деваться, вот в этих минералах им места нету. Поэтому они накапливаются, 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 и в конце концов получается вот та самая белая странная порода, которую мы видели, помните, когда смотрели породы сами, да. Значит, вот, собственно, что мы с вами получили? Мы с вами получили несколько разных пород из одного мантийного расплава. Это одна из, как бы, одна из моделей, даже не моделей, это природная магматическая камера. Бывают некоторые вариации с минеральным составом за счет того, что исходный расплав может быть разный. Теперь давайте поговорим о руде. Все-таки у нас от мантии к руде, да. Давайте к руде. Уже мы поняли, что у нас могут получиться здесь разные породы. Что же у нас творится с рудой? Значит, вот в самой ультраосновной, высокомагнезиальной части у нас обязательно будет хром. И этот хром, вот, для него самые благоприятные условия организовать тут месторождение. Потому что хром и никель входят в состав вот этих самых оливинов. Более того, хром может организовывать, образовывать свой минерал, который называется хромит. И в этой части у нас отсаживается платиноментальная группа. То есть для ультраосновных вот этих частей массива характерно накопление платины, палладия и других элементов платиноментальной группы. Теперь второй аспект. Вот именно для базальтовых массивов. Здесь я включила такой элемент, как серу. Сера есть всегда, серы есть везде. И, в общем-то, это такой элемент, который... Ну, все элементы присутствуют везде. Но с серой что здесь происходит? Здесь у нас силикатные минералы. Она тоже... Ей тоже деваться некуда. Она накапливается в остаточном расплаве. Ее концентрация растет, растет, растет. И в какой-то момент ее становится много. Значит, по классификации геохимических элементов у нас есть три группы элементов. Это сидерофильный, холикофильный и литофильный. Литофильный – это которые связаны с кремнием и с кислородом. А холикофильные элементы – это которые быстро связываются с серой. И вот как только концентрация серы достигает довольно высокого уровня, некоторые элементы образуют серые сульфиды. То есть в основном это железо, и туда же радостно скачет медь, никель, серебро и опять-таки платинометальная группа. То есть вот она может жить здесь, а может накопиться, если здесь ей не удалось, здесь ее было мало, ей некуда было деваться. Она может с сульфидами отделиться. У нас происходит как бы... Это называется ликвация. Одна жидкость превращается в две. То есть магма силикатная у нас была, она разделилась на силикатную и сульфидную жидкость. Вот так такую серу играет интересную роль в этих массивах, но ее надо много. Вот. И с платинометальной группой вообще очень интересная история, потому что все ищут платину в сульфидах. Вот. Но что интересно, платина и платиноиды, они относятся к так называемой сидрофильной группе, которые вообще никого не любят. Ни серу, ни кремний и вообще ничего не хотят. Поэтому они, значит, при ликвации силикатной и сульфидной жидкости кидаются в сульфидную, потому что там температура пониже и там ей комфортнее, потому что в силикатах, ну, никак к платиноидам места нет. А когда сульфидная жидкость начинает затвердевать, эти самые платиноиды начинают образовывать свои минералы и отделяются и от сульфидов. И на самом деле они находятся не в сульфидах, не в сульфидных минералах, они находятся на границе сульфидных минералов и силикатных. Вот, значит, смотрите, мы с вами увидели, во-первых, разделение и образование разных пород, да, казалось бы, из одного единого расплава. И мы с вами уже увидели, как у нас могут образовываться раз, два, три типа месторождений полезных ископаемых, причем полезных ископаемых, за которыми, в общем-то, человек стремится. Вот самый большой такой массив насыщенный, который есть в мире, это бушвильд в Южной Африке. Там добывают и золото, и платиноиды, и хромиты. Он огромен, вот, он там десятки километров, он, к сожалению, он не до конца изучен, потому что настолько огромен, что его трудно изучить. Но добыча вот самая интенсивная идет именно в этом массиве, и он именно так устроен, вот именно так, это почти что его строение, вот, и все, что в нем должно быть, в нем присутствует. Значит, вот еще мне хотелось остановиться вот на этой части, поскольку мы с вами говорим о Земле как о планете, а как же происходит на остальных планетах? Ну, понятно, что самый ближайший к нам объект изучения – это Луна. Вот. На Луне нет воды, нет атмосферы, нет живых организмов, поэтому там на поверхности практически ничего не меняется. Вот как образовались базальты, так там базальты наверху и лежат. Значит, там есть базальты, там есть анартозиты, вот почти что вот эта вот часть, там в них поменьше практически нет магния и железа, в основном это алюминий, кальций, натрий. Вот. И там есть вот такие вот породы, помните, зелененькие, да, с кристалликами, которые называются крип по названию, значит, калий, фосфор и редкоземельные элементы. Ну, вот на современном этапе мы видим, что все три как бы составляющие лунной поверхности мы можем видеть в наших расслойных массивах. На Луне это никак не связано, потому что пробоотбор такой, что там случайным образом берутся породы, вот, но это разнообразие, вот, пожалуйста, повторяется в расслойных породах. Ну, и есть еще такой тип щелочных пород, где очень много кальция и калия. И вот если мы представим, например, что вот у нас здесь образовался массив, а его верхняя часть, вот эта вот, вдруг почему-то отделилась, не захотела оставаться с ним и продолжила свое движение. Вот здесь уже все закристаллизовалось, а вот эта вот дифференцированная часть внедрилась дальше, какие-то условия возникли. Мы с вами получаем совсем другой тип пород, который тоже начинает свою дифференциацию. То есть видите, как интересно, все-таки из мантийного практически гомогенного вещества мы получаем довольно широкое разнообразие, спектр тех горных пород, которые мы имеем на поверхности. Вот, кстати, интересно, что... Я почему эту картинку сюда включила? Вот, наверное, все вы слышали про Норильское месторождение, там большая загадка. Каким образом, вот если мы с вами вернемся сюда, вот идет у нас накопление платиноидов, никеля, меди, да, в сульфидах. Вот там очень переобогащенные вот эти вот породы. И, ну, загадка, почему, откуда столько взялось? То есть в исходном расплаве, в том расплаве, который внедрился, не может быть столько этих элементов, чтобы создать такие руды. И вот предположили, что это было постепенно последовательное внедрение. Вот одна камера, вторая камера, третья камера. И они как бы промывались одним и тем же расплавом, обогащая уже конечный, который мы имеем, собственно, на поверхности. Ну вот, мне бы хотелось представить этих людей. Благодарю за внимание. Аплодисменты.